Хорошие, интересные доклады, знакомые люди, но сейчас, конечно, все под впечатлением вчерашней игры. Она затмевает все. Мы здесь бываем каждые два года, с 2000 года по 2018, так что не пропустили ни одной конкуренции. Ни одной конкуренции. Здорово. Впечатление очень хорошее. Пошло даже самое замечательное из всех референций, которые я знаю. Для вас было сложно слушать чужие доклады? Порою да. Действительно, масса очень сложных, интересных проблем здесь, в крайней мере всего. Есть и близкие единомышленные типы правоохвалений, не знаю, что они делают. Есть совершенно новые удостоверения, в которых так иностранцы скрываются. Что вы думаете о этой конкуренции? О, это прекрасная конкуренция. Это уже 10 лет, потому что это первое время я был здесь, 10 лет назад. Это очень универсальная конкуренция, много дисциплин, динамические системы очень интересные для меня. Это очень хорошая конкуренция. И большая конкуренция, по-моему, как конкуренция. Хорошие доклады. Бывает, что, в общем, и без общения просто что-то послушаешь, в голову что-то приходит. Нет, ну, конечно, люди больше любят свои рассказы. Я занимаюсь, в принципе, математической физикой, ну, так, а симпатическим методом. У нас наука, она на стыке. У нас там и дифференциальные уравнические с производными, и геометрия, и, ну, там, немного алгебные приложения разные есть. Ну, в частности, вот, в графейне там, или в волнах на воде, в цунами, ну, потом. Ну, в общем, разные, действительно, приложения. Алексей Александрович, скажите, ну, как проходит конференция? Вот уже большинство выступило, ваше впечатление. Ну, все-таки конференции, как бы, становятся популярнее и популярнее, да? Поэтому, если вы посмотрите по уровню докладов, то на всех докладах довольно большая аудитория. То есть эти доклады вызывают интересную, только интересную дискуссию. Курн высокий очень. Да, да, поэтому… Не все понятно. Конференция хорошая, и много участников с разных, с разных. Это не какой-то, как бы, конкретный узкутский круг людей, а участники из разных областей, математики. И вот это вот как раз такой хороший, положительный составляющий судовских конференций. Как всегда, нормальная конференция. А вы не в первый раз с нами? Нет, не в первый раз. Мы каждый год ходили, но по разным темам. И они обе не подходили. В этом, так сказать, какое-то время постоянно бывали. Люди известные, культицированные, так сказать, более-менее. При этом уровень довольно высокий. Академиков тут много. Я не говорю о том, как она. Так что, знаешь, сколько она уже лет? Это было 15. Было много интересных работ. Там много шкаликов. Андрей Андреевич рассказывал свои результаты. Да. Вот про эти натипликаторы. Как и потенциалы могут быть самыми разными? Очень интересно. Со спектральной точки зрения. Вы знаете, какая вещь? Ну, у меня, когда я общаюсь с математиками, всегда бывают смешанные чувства. Потому что, с одной стороны, очень тонкие вопросы обсуждаются. Вот. А с другой стороны, как бы, эти вопросы не всегда, может быть, связаны с какими-то практическими приложениями или практически мотивированы чем-то. То есть, они исходят, скорее, из потребностей математики. Допустим, доказать для более общих допущений, предположений и так далее. Но не из прикладных вещей. В физике, как правило, есть естественная мотивация. То есть, вот, откуда ноги растут. Вот. А здесь часто не очень ясно бывает, откуда они растут. То есть, ты видишь, что, говорит, вот такие доказали такую теорему. Мы расширили условия ее. То есть, задача может возникнуть как там, так и здесь? Где угодно может возникнуть, но здесь большое количество проблем. Ну, вот, вопросы теории управления, конечно, здесь интересно затрагивались. Вот. Я про это ничего не могу сказать. Вот. Но очень много таких строго академических результатов, с моей точки зрения. Это одна из главных конференций по динамике в России. Действительно, формат у нее такой, что участники, в основном наши, российские. Во всяком случае, я бы так сказал, русскоговорящие. Потому что, конечно, есть и иностранцы, но почти все они. Были доклады. Да, да. Но, тем не менее, это доклады иностранцев, которые по-русски говорят, но с некоторыми трудностями. Но по-русски понимают, что это называется. Вот. Хорошо. И, Алексей, я с ним совершенно согласен, что было бы замечательно, если бы этот статус конференции несколько сдвинуть в сторону международного. Хотя, хотя, и в этом состоянии, я считаю, что эта вещь чрезвычайно полезная, важная. И мы здесь встречаем очень много своих знакомых. Мы здесь встречаем очень много молодых людей, для которых это все, я уверен, очень полезно. Мы сами все с удовольствием сюда всегда приезжаем. Теоретические работы по математике, ну, скажем, вот, дифференциальные операторы, которыми мы в основном занимаемся, нас интересует, значит, в далеком будущем, если переводить на обычный язык. Что будет происходить, вот, если уравнение, значит, если процесс подчиняется вот данному уравнению, то есть являясь решением данного уравнения. Причем вы говорите о далеком будущем безотносительно космологии или чего-то еще, а вообще, в принципе, то есть это могут быть процессы там жидкости какие-то? Да, да, это может быть, но, значит, там сложностей много, потому что их с математической точки зрения это процессы изучать. Вот надо, для практики нужно, чтобы трехмерный случай был. А можно упростить это дело, начинать изучать с случая, когда размерность пространства равна единице на оси. – Маните, маните. – Ну да, напрямую, напрямую. Нас интересует, как решение будет себя вести, когда переменная находится сколь угодно далеко от начала координат. Вот такие вопросы нас интересуют. А физические связи какие-то есть или это у математика вообще все абстрагируется? Нет, нет, эти задачи пришли, первые работы по этой теме были связаны с квантовой физикой. Я знаю, что оттуда происходит, какой физический смысл, квантомеханический смысл эти дела имеют. – Ну может быть и не надо, потому что это не задача математика. – Ну да, есть… – Находить объяснения. – Есть какие-то задачи, я пытаюсь. Это столько времени прошло, вот более ста лет уже этими вопросами занимаются. Любые научные вопросы, они интересны тем, что каждый раз, когда ответ на какой-нибудь вопрос находишь, этот ответ порождает десятки вопросов, на которые еще надо искать ответы.